Сегодняшняя тема Исполнительницы главных ролей в сериале HBO «Секс в большом городе» и в недавно вышедшем сиквеле «И просто так» выразили поддержку женщинам, обвинившим их партнера по сериалу, актера Криса Нота, в сексуальных домогательствах. В твиттере Синтии Никсон появилось совместное завление, подписанное также Сарой Джессикой Паркер и Кристин Дэвис. К настоящему моменту три женщины обвинили Нота в сексуальном насилии и домогательствах. Сам 67-летний актер настаивает на своей невиновности, называя обвинения «категорически ложными». Все обвинения прозвучали практически одновременно вскоре после выхода на экраны сиквела «Секса в большом городе». Роль мистера Бига в этих лентах – самая известная работа Нота. По словам представителей актера, время, выбранное для обвинений, вызывает много вопросов. Однако сами женщины заявляют, что решили нарушить молчание, просто увидев снова лицо своего обидчика на экране. Полиция Лос-Анджелеса сообщила, что расследование не проводит, так как к ним не поступало никаких официальных обращений. Первые две предполагаемые жертвы рассказали подробности их встречи с Нотом журналу «Холливуд» «Репортер» под псевдонимами Зоуи и Лили. Зоуи сейчас 40 лет. По ее словам, ей было 22, когда она была изнасилована актером в ее квартире в Западном Голливуде в 2004 году. Лили на данный момент 31. Она утверждает, что Нот изнасиловал ее в его собственной квартире в Нью-Йорке, когда ей было 25, а ему 60. В обширном материале издания кроме интервью самих предполагаемых жертв содержится также свидетельство бывшего босса Зоуи, подруги Лили, а также сотрудников Центра помощи с жертвам изнасилования, которые, как сообщается, в тот момент оказывали одной из девушек помощь. Несмотря на отсутствие прямых доказательств вины актера, его репутации уже нанесен непоправимый ущерб. 21 декабря стало известно, что телекомпании CBS и Universal Television разрывают с ним контракт на дальнейшее участие в сериале The Equalizier, где он играет бывшего директора ЦРУ. В компании заявили, что актер появится еще только в одном эпизоде. По некоторым сообщениям, всего за несколько дней, прошедших с момента первого обвинения, Нот потерял уже 12 миллионов долларов. Ранее компания Peloton удалила из социальных сетей рекламные ролики с его участием, сообщается также о разрыве еще нескольких контрактов с ним. Представители Нота пока не прокомментировали решение CBS. Сам актер отрицает все обвинения в свой адрес, называя их абсолютной ложью. «Эти истории могут быть 30-летней давности или 30-дневной. Нет, всегда означает «нет», и эту черту я никогда не приступал», заявил Крис изданию Hollywood Reporter, в котором было опубликовано первое свидетельство предполагаемой жертвы. В галерее узнай о звездах, которые пережили домашнее насилие, читай еще «Касается каждой из нас», можно ли спровоцировать сексуализированное насилие, как изменились актеры сериала «Секс в большом городе», и чем они сейчас занимаются пять мифов о сексуальном насилии, жертвой может стать любая и не пропусти видео. Ставь лайк и подписывайся!